Здравствуйте! Сегодня четверг, 25 января. В эфире новоуральская вещательная компания информационная программа «Объектив». В студии Кирилл Пантелеев. Я и мои коллеги расскажем вам о последних событиях. Коротко о главных темах выпуска. Жители региона с каждым годом проявляют все большую активность при голосовании за объекты благоустройства. Представители администрации Новоуральского городского округа организовали информационную встречу с ветеранами нашего города и рассказали, как реализуются национальные проекты на территории города. День российского студенчества 2024 отметили на территории округа. Для юных жителей появилась новая спортивная площадка по улице Красногвардейский проезд номер 4. Более чем на 16% увеличилось количество голосов, отданных жителями Свердловской области за объекты благоустройства в рамках всероссийского голосования по нацпроекту «Жилье и городская среда». В 2023 году проголосовали свыше 800 тысяч свердловчан. Годом ранее чуть более 700 тысяч. При этом желающих получить современные обновленные пространства с каждым годом становится все больше. Первый год, когда формировалась эта программа, было даже некое недоверие со стороны жителей, в первую очередь, даже к дворовым территориям. У нас практически не было конкурса на выбор дворовых территорий, которые благоустроились. То есть те, которые заявились, всем им и были выделены средства. Но когда жители уже после первого, особенно после второго года реализации программы увидели, что действительно благоустроиваются только те территории, за которые голосуют жители. И только по тем эскизным проектам, которые они согласовали, действительно программа стала актуальной. И не случайно в ЦИОМ это официальные данные, что этот национальный проект формирования кофорной городской среды наиболее известен и наиболее востребован среди всех проектов, которые реализуются на территории Российской Федерации. И Свердловская область не является исключением. Потому что те проекты, которые реализованы в наших городах, они реализованы в каждом городе Свердловской области и не по одному проекту, они заслуживают внимания по своей новизне и неповторимости каждого города. И жители это оценивают. Напомним, федеральный проект формирования комфортной городской среды реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Свердловская область при поддержке губернатора Евгения Куйвышева стала одним из регионов-лидеров по созданию в каждом городе благоустроенных общественных территорий, парков, скверов, набережных. Начиная с 2018 года в Свердловской области было благоустроено более 2000 объектов в 59 муниципалитетах. Решением главы государства реализация программы продлена до 2030 года. И в нашем регионе уже приступили к подготовке проведения всероссийского рейтингового голосования за объекты благоустройства на 2025 год. В продолжении темы. Представители администрации Новоуральского городского округа организовали встречу с ветеранами нашего города, на которой рассказали, как реализуются национальные проекты на территории города, что уже сделано и какая работа планируется на 2024 год. Подробности в нашем следующем сюжете. Для жителей Новоуральска 2024 год особенный. Ведь в этом году юбилей города и городообразующего предприятия. А также самое главное политическое событие года. А именно выборы президента России. В эти моменты всегда хочется отметить, в какую лучшую сторону меняется ситуация не только в стране, но и в нашем любимом городе. Поэтому представители администрации Новоуральского городского округа организовали информационную встречу с ветеранами нашего города. Такие встречи по итогам того, что сложилось, что в городе произошло, какие есть изменения. Такие информационные встречи проводим. Вы знаете, очень много на самом деле делается. И это отмечают участники встреч, но не обо всем знают. Поэтому подготовлена такая информация. И вот с этой информацией сегодня жителям города мы встречи и проводим. На встрече с ветеранами Новоуральска представители городской администрации поделились информацией о реализации национальных проектов в городе. Данные проекты были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 10 из 14 направлений национальных проектов уже успешно внедрены на территорию Новоуральского городского округа. Участники встречи выразили свое восхищение теми изменениями, которые происходят в городе благодаря этим проектам. Даже не ожидала такого огромной информации. Она вся была очень интересна, очень востребована нами. Конечно, мы видим, что в городе делается огромная работа, меняются детские площадки. Очень стала востребована территория бульварки Коэна. Он был безлюден еще год назад. На сегодняшний день я сама там гуляю с палками, и я вижу летом особенно много мамочек. Но все равно вот то, что сегодня я услышала от Инны Петровны с той информацией, с которой она к нам пришла, я еще дополнительно для себя узнала новое. То, что у нас в городе делается. То, что делает ТВЭЛ, то, что делает Росатом. Для того, чтобы было хорошо, надо все-таки занимать активную жизненную позицию и прийти на выборы. Обязательно. Там ваше право, что вы за кого будете голосовать. У каждого свое мнение. В современном мире с множеством источников информации людям старшего поколения может быть сложно отличить достоверные источники. Такие встречи с представителями администрации обеспечивают их ценной и достоверной информацией. Более того, информация, полученная от инсайдеров, может быть особенно ценной для них. Кирилл Пантелеев, Михаил Карелин, Новоуральская обещательная компания. 25 января отмечается День российского студенчества. По этому случаю губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев поздравил Свердловчан с этим прекрасным праздником. Цитирую. Уважаемые жители Свердловской области, поздравляю вас с Днем российского студенчества. Мы стремимся создать в Свердловской области наилучшие условия для получения образования, самореализации и роста современной молодежи. Разработана программа поддержки студенческой молодежи «Кампус». Она позволит студентам наших вузов получать повышенную стипендию, льготные кредиты на образование, пользоваться скидками в магазинах, кафе и фитнес-центрах. Уважаемые студенты-уральцы, благодарю вас за деятельное участие в жизни Свердловской области. «Рассчитывая, что приобретенные знания и навыки, ваш созидательный потенциал, вы будете использовать на благо родного региона и России. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, радости, энергии, новых успехов в учебе и, конечно, жизни». Конец цитаты. Новоуральских студентов на своей странице в социальной сети ВКонтакте поздравил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев. Цитирую. Этот праздник общий для всех поколений, потому что каждый из нас переживал в жизни прекрасную пару студенчества. Дорогие студенты, не бойтесь трудностей, все преодолимо, если есть цели. Новоуральск ждет квалифицированных специалистов из разных сфер. У нас есть замечательные условия, чтобы вы смогли проявить себя. А еще сегодня именины всех Татьян. Уважаемые Татьяны, вам отдельные поздравления и пожелания всего наилучшего. Конец цитаты. О том, как проводят День студента новоуральцы, в нашем следующем сюжете. Новоуральские студенты из института МИФИ – люди активные. Они успевают не только учиться, но и участвовать в различных активностях вуза и даже работать. Однако говорят, что времени на все не хватает. Вот бы еще один час в сутках был. К тому же сейчас, когда кипит сессия. Студент – это такой активный молодой человек, который не только учится, старается получить стипендию, но и также участвует во внеучебных мероприятиях. Насыщенная, яркая жизнь. Недавно мы ездили в филиал Снежинска, в НИАУ МИФИ. Там мы прожили четыре дня. Было очень интересно поговорить с студентами иногородними. Стараюсь предпринимать активное участие в деятельности института, получать стипендию, ну и преодолевать различные студенческие жизненные трудности. Да какие? Ой, ну, не всегда хватает стипендий, приходится находить подработки различные. Настроение у всех хорошее. Татьяне, день – любимый студенческий праздник. О своей жизни, учебе, радостях и проблемах сегодня студенты-активисты говорили с руководителем Новоуральского технологического института НИАУ МИФИ Андреем Корякиным. Встреча прошла неформально. За кружкой чая в приемной ректора. Хочу всем пожелать, сессия у студентов заканчивается, хороших оценок, отличных каникул, здоровья, отдохнуть хорошо и с новыми силами включиться в учебу уже в феврале. Общегородское торжество в честь Дня студента пройдет в пятницу 26 декабря в концертно-спортивном комплексе. В нем примут участие студенты трех новоуральских колледжей – технологического, медицинского и премифи, а также студенты Института национального исследовательского ядерного университета. В КСК всех ожидает студенческий балл и награждение лучших по четырем номинациям «Наука», «Культура и искусство», «Молодежный лидер», «Прорыв года». Лучших определят по результатам достижений в 2023 году. Церемония пройдет в Новоуральске в 17-й раз. Анна Акрамова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Мы продолжаем рассказывать о жителях нашего города, которые детьми пережили блокаду Ленинграда. В годы блокады Ленинграда они продолжали вести привычную культурную и интеллектуальную жизнь, сохраняя свои традиции и принципы. Несмотря на голод, холод и бомбежки, они не теряли веру в будущее, продолжали учиться и работать в осажденном городе, рассказывает Юлия Балдина. В самые первые дни в окружении ленинградцы еще не подозревали о страшном будущем, которое им было уготовано. Настоящее отчаяние пришло позже, когда немцы разбомбили основные склады с продовольствием. Запасы истощились, а с фронта больше не приходили хорошие новости. Впереди ждала жестокая зима 1941-1942 годов. А с ней пришла настоящая блокада. Та, что сковала не город, а разум и души людей. В диком холоде до потери сознания ленинградцы работали как на фронт, так и на жизни обеспечения города. Ленинград в блокаду выживал как мог, но при этом не помышлял о сдаче врагу. Норма хлеба с конца ноября 1941 года составляла 250 граммов для рабочих. 125 граммов выдавалось детям и иждивенцам. Но и полагающийся паек получали далеко не все. Порой ожидание в очереди за хлебом могло составить 12 и более часов. Кто-то съедал все сразу, кто-то, собрав волю, в кулак доносил до дома, где его ждали обессиленные и страдающие дистрофией родные. Отец оставлял нам свою хлебную карточку. У нас получалось 500 граммов хлеба на троих. Обычно меня мама посылала, потому что я был очень упрямый. Вот поэтому, если я ходил в магазин, то приносил все до последней крошки. Вот не было ничего, потому что даже так пили воду для того, чтобы наполнил желудок. Крали туда соль, вкипятили воду, клали соль и пили. В годы блокады ленинградцы продолжали вести привычную культурную и интеллектуальную жизнь, сохраняя свои традиции и принципы. Несмотря на голод, холод и бомбежки, они не теряли веру в будущее, продолжая учиться и работать в осажденном городе. Мы приходили раз в месяц, сдавали задания, которые нам давали на месяц. Наш техникам разбомбили на Васильевском острове. Преподаватели сидели в полуподвальных помещениях. Прорыв блокады, унесший сотни тысяч человеческих жизней, имел огромное военно-стратегическое и моральное значение. Этот день стал переломным в ходе мировой истории. Подвиг, совершенный людьми во время блокады Ленинграда, нельзя чем-либо измерить. Его нужно помнить всегда и чтить память героев. Юлия Балдина, Новоуральская вещательная компания. Различные организации города создали координационный совет, чтобы помочь родителям улучшить взаимоотношения с детьми и повысить уровень осознанности в вопросах родительства. В рамках проекта «Родительское просвещение» было организовано множество мероприятий. Мы расскажем о том, что уже сделано и какие результаты удалось достичь за 2023 год в следующем репортаже Елены Мельниковой. Родители дарят нам свою любовь, заботу, учат нас жизненным ценностям и ориентирам. Каждый хочет дать своему ребенку все самое лучшее и всегда быть с ним на одной волне. В Новоуральске активно реализуется 7 проектов, направленных на сплочение семей. Каждый год что-то меняется, какие-то проекты уходят, какие-то перезагружаются и по-новому реализуются. Сегодня мы будем говорить о тех проектах, которые с года в год показали свою эффективность, говорить о том, как их сделать лучше, интереснее, привлекательнее для родителей. Проекты реализуются на многих площадках города. Театры, секции дополнительного образования, библиотеки, детские сады и школы. Один из самых молодых проектов «Читаем вместе». Главная наша цель – это времяпрепровождение с семьей, с книгой. И с книгой мы показываем, как можно творчески читать. У нас закончится все в мае. В мае будет большой литературный семейный фестиваль. Мы подведем итоги. Может быть, чуть-чуть отдохнем, но может быть и нет, потому что мы думаем, что на лето мы тоже запустим немножко только другой, может быть, какой-нибудь летний вариант. И с сентября мы начинаем снова. Участники проекта «Родительское просвещение» подвели итоги за 2023 год, а также наметили план на наступивший. Желаю всем плодотворной работы, чтобы наш проект развивался, наш проект был самым лучшим, транслировался не только в Свердловской области и в России, а это уже происходит. И действительно, у нас каждый раз появляются какие-то изюминки. Проснись, родительское сердце! В опросе под таким названием приняли участие более трех тысяч новоуральцев. Они выбрали направления, в которых хотели бы участвовать и дальше. А это значит, что проект востребован. И самое главное, что он получил отклик у новоуральских мам и пап. Елена Мельникова, Михаил Карелин, Новоуральская обещательная компания. Кто из горожан не мечтает, чтобы у его ребенка была возможность заниматься спортом и подвижными играми на хорошей спортивной площадке, расположенной прямо во дворе? У детей, живущих на Красногвардейском проезде номер 4, такая возможность наконец-то появилась. Им построили дворовую площадку для игровых видов спорта. Примечательно, что инициатива этого строительства исходила от самих ребят. Подробности в нашем следующем сюжете. Активные старшеклассники давно мечтали о спортивной площадке у себя во дворе. Они участники инициативного сообщества «Добрые соседи», который объединяет жителей привокзального района. Вместе они разработали проект спортивной площадки. Подали заявку на участие в народной программе «Радиус доверия», которая создана по инициативе и при финансовой поддержке топливной компании «ТВЭЛ». И именно подростки защищали свой проект на форуме программы прошлой весной. Проект получил одобрение. В итоге от замысла до завершения строительства прошло меньше года. Это необычайно короткий срок для воплощения идеи в жизнь. Народная программа изменений «Радиус доверия» 2023 года предполагает реализацию 24 проектов. Это 22 проекта локальных, в том числе и вот данный проект, и два проекта общегородских. Бюджет – это 85 миллионов. Из них 47 миллионов – это деньги топливной компании «ТВЭЛ» «Росатом». 31 миллион – это деньги бюджета на Уральского городского округа, и порядка 6 миллионов – это инициативы, сообщества. В ноябре прошлого года прошел форум программы «Радиус доверия». Ожидается, что в этот раз экспертный совет рассмотрит уже 30 проектов, а денег на реализацию народных инициатив предусматривается в два раза больше. Важная цель таких спортивных площадок – шаговая доступность и создать детям условия для активного отдыха и помогать им укреплять свое здоровье. Здесь есть все необходимое для командных игр и индивидуальных тренировок. Дети, они растут, они развиваются. Все равно нужно для детей какое-то, хотя бы, ну, внимание даже, это очень приятно. И, ну, вообще, в принципе, да, конечно, нужно. Мы с подругой тут часто гуляем летом, и, ну, куча друзей у нас сюда приходит. Мне очень нравится, я гуляю здесь с Дашей. А какие спортивные игры ты любишь? Футбол, баскетбол, ролики. Ты будешь здесь играть? Да. Во что? Футбол, баскетбол. Тут стало очень красиво и уютно. Большая стала она, красивая. Главное, что лежит в основе народной программы «Радиус доверия» – это инициатива от самих жителей. Люди собираются вместе, формулируют свои предложения, создают проект и участвуют в конкурсе. Ключевая задача этого проекта – поднятие инициативы жителей города. Поднять именно инициативу. Потому что мы должны понимать, что жителям города надо. Это самое главное. И вот эта инициатива, она преобразуется в некий конкурс, отбирается лучшие проекты. То есть и реализуется вот в такие объекты, которые мы сегодня с удовольствием открываем. Спортивный объект на Красногвардейском проезде 4 включает в себя площадку для игры в баскетбол и мини-футбол. Кроме того, рядом расположены тренажеры воркаут. И это далеко не единственный проект, который будет реализован в этом году по программе «Радиус доверия». В своей крайней пресс-конференции наш президент Владимир Владимирович Путин сказал о том, что муниципальный спорт, спорт в муниципалитетах необходимо развивать, в том числе и создавать необходимую для этого инфраструктуру. И отрадно, что и госкорпорация «Росатом», добленная компания «ТВЛ», «УХК», ну и, конечно же, администрация города и Дума реализуют такие проекты, создавая вот такие замечательные спортивные площадки в наших городах. Это в том числе реализуется и обширная программа госкорпорации «Росатом. Люди и города». И это дает задел на будущее здоровое поколение. Сообщество «Добрые соседи» участвует в программе «Радиус доверия» и в этом году. Ребята защитили проект по дальнейшему улучшению их дворовой спортивной площадки. Антон Сапогов, Михаил Карелин, Новоуральская обещательная компания. На этом наш выпуск подходит к завершению. Еще раз хочу поздравить всех студентов с праздником, пожелать успешной сессии и неиссякаемого источника знаний. Увидимся с вами в понедельник, 29 января, в эфире Новоуральской обещательной компании в программе «Объектив. Итоги». На телеканале ОТВ в 19 часов. У меня на этом все. Берегите себя и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова